Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашей новой неделе в Директ-Академии. Сегодня мы начинаем нашу вебинарную неделю и начинаем с моего вебинара, который называется «Гигапиксельные изображения. Новые возможности для обучения». Сегодня я вам расскажу про новое медиа, которое стало популярным в последние годы. Это изображение высокой четкости, а также мы с вами рассмотрим ближе к концу нашего вебинара, рассмотрим три инструмента, при помощи которых преподаватель может вставить такие изображения в свой учебный контент. Ну а для начала, как всегда, вступительное слово. В самом начале чата я расположил четыре полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ-Академии, на его главную страницу, на его расписание. И на этой странице вы можете зарегистрироваться на любой вебинар, который включен в наше годовое расписание в настоящее время. Это около 160 вебинаров. По ходу нашего года это число будет расти и, я думаю, приблизится где-то к 190 к концу нашего года. Но уже сейчас на те вебинары, которые в расписании существуют, можно зарегистрироваться, чтобы не делать это потом. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube. На этом канале в том числе будет храниться и запись настоящего вебинара. Попадет она туда, скорее всего, где-то в среду вечером. А я вас призываю подписаться на наш канал, чтобы быть всегда в курсе того, что на нем происходит. На нем публикуются все записи наших вебинаров и уже более 350 записей вебинаров на нем в настоящий момент расположены. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы. И ее я предлагаю тем, кто хочет поучиться в Директ Академии онлайн на одном из этих курсов. Хочу, кстати, сообщить, что один из курсов мы запускаем уже через, ну, почти через неделю, чуть больше, чем через неделю, 7 ноября. Это будет курс Натальи Логачевой, посвященный работе с диссертационными работами. Ну и, наконец, последняя ссылка, четвертая, ведет на страницу, где можно будет приобрести сертификат как этого вебинара, так и любого посещенного вами вебинара. Ну, а теперь я хотел бы проанонсировать три вебинара, которые состоятся... Так, стоп, это не то. Это преждевременно вам давать. Проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся завтра, послезавтра и в четверг. Завтра у нас будет вебинар Алексея Ниццы. Алексей дебютирует у нас в Директ-Академии, но вообще он опытный ведущий вебинаров. В прошлом ведущий вебинаров «Теплицы социальных технологий». Есть такая организация, которую мы представляли уже у нас в Директ-Академии. И он выступит с вебинаром «GeoService Go Local» для совместного сбора данных. На мой взгляд, очень интересный должен получиться вебинар о возможности совместного сбора данных на местности при помощи своих смартфонов и агрегирование информации потом в единую таблицу, из которой можно уже создавать визуализацию, можно ее в базу данных загружать и так далее. Много-много другого интересного можно с этим делать. 31 числа традиционно у нас где-то в конце октября, начале ноября Константин Леонтьев, наш юрист компании Директ-Медиа, он также преподаватель вуза, доцент, кандидат юридических наук, проведет вебинар «Авторское право и открытая лицензия в интернете». Традиционно на этот вебинар у нас собирается достаточно много народа, и я вас тоже призываю на него пойти, будет интересно. Ну и, наконец, 1 ноября, ноябрь, мы открываем в четверг вебинаром... Забыл, как зовут своего друга. Дениса Аджигина. Да, почему-то он здесь как ОА представлен, надо поправить. Дениса Аджигина, который называется «Универсальный комплекс для проектировщика САПР-платформа NanoCAD+. В прошлом году, если вы кто-то помните, Денис рассказывал о САПРе вообще, о этой технологии, в этот раз я его попросил рассказать о том САПРе, который он в своей компании создает и продвигает. Денис является техническим директором компании NanoCAD. Вот о нашем российском САПРе Денис расскажет 1 ноября. Все, кажется, все вводные я завершил. Теперь можно приступать к теме нашего сегодняшнего вебинара. Тема для меня достаточно актуальная и любимая, я бы даже сказал. Я с гигапиксельными изображениями работаю достаточно много, в частности в рамках работы над проектами нашими. И я хотел бы донести до вас в некотором смысле тот пафос и ту любовь к этому направлению, которое сам испытываю. Ну, во-первых, что такое гигапиксельное изображение? Приставка гига, если кто-то не помнит, это означает миллиарды. То есть гигапиксельное изображение – это изображение, в котором число пикселев приближается к миллиарду. Так, если представлять это визуально, вот представьте себе перед вами, если перед вами сейчас нормальный монитор компьютера, даже хороший монитор 1920 на 1080, Full HD, то если помещать гигапиксельное изображение пиксель в пиксель, то понадобится стена размером 15 мониторов в ширину и 30 мониторов в высоту. Вот примерно таким будет изображение в 1 гигапиксель. Даже чуть-чуть побольше. Вот. Ну, есть изображения и больше, есть и 5-гигапиксельные изображения, и даже больше, даже 100-гигапиксельные. С ними, правда, просто так не поработаешь, но вот с изображениями около гигапикселя работать вполне можно и доступно обычному преподавателю, скажем так. Вот. Мы также будем под гигапиксельными изображениями условно подразумевать… Ну, то есть слово «гигапиксельные» — это условное такое наше заклинание, что ли, да? Вообще мы будем говорить об изображениях высокой четкости. Это более широкое понятие. Под ним можно понимать вообще любое изображение, которое кратно больше вашего экрана хотя бы по одной из сторон. Вот. То есть это может быть существенно меньшего качества изображения. Ну, уже даже где-то там 50-мегапиксельное изображение уже требует с собой некого особого отношения. Гигапиксельные изображения — это не просто изображение. Когда мы работаем с изображением такой четкости, ну, собственно, как только вы прикоснетесь к ним, вы сразу поймете, что они требуют особого подхода. Это не иллюстрация. То есть ее нельзя просто вставить в ваш контент в качестве иллюстрации, даже в виде иллюстрации на весь экран. И на этом закончить вопрос. Во-первых, не вставится, потому что нормальное гигапиксельное изображение даже в сжатом формате JPEG занимает где-то там 200-250 мегабайт. И заставлять ваших пользователей грузить каждый раз это огромное по массе этот контент совершенно невозможно. Более того, под воздействием такого объема многие системы ломаются. Даже браузер начинает немножко плохо себя вести. На системах с небольшим количеством памяти просто может все рухнуть. Если много памяти, то просто будет очень медленно воспроизводиться. Ну и, кроме того, браузер вам разрешит показать всего два разных варианта. Это вариант полностью умещающийся на экране и вариант с полным разрешением, когда вы видите только пятачок какой-то маленький на этом экране. Поэтому напрямую работать с этими изображениями, как с картинками, не удается. Для этого приходится использовать специальные методы, о которых мы поговорим. Ну и, наконец, я настаиваю, что гигабиксельное изображение это не просто изображение, это совершенно новая медиа. Это медиа, которая находится, скажем так, занимает промежуточное место между, собственно, картинкой и видеофайлом. Другими словами, количество информации в... Если брать каждый экран в большом разрешении, количество информации в гигабиксельном изображении приближается к количеству информации в фильме. Такое вот изображение высокой четкости, оно обладает несколькими интересными свойствами. Во-первых, оно позволяет увеличивать себя примерно в 20-30 раз без ухудшения качества. То есть вы приближаетесь, приближаетесь... Условная камера приближается, 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 а качество все не ухудшается. И таких шагов для изображения в 1 гигапиксель может быть 5-7. Я имею в виду, каждый шаг это двукратное увеличение масштаба. Вот имея таких 6-7 шагов, вы на каждом из этих шагов, то есть на каждом слое масштаба можете найти интересные объекты. Посудите сами. Объекты могут быть размером во всю картинку. Я имею в виду объекты, представляющие интерес. Объекты могут быть среднего размера, которые на первоначальной картине теряются, но и не требуют полного увеличения. И, наконец, объекты могут быть миниатюрные, которые требуют для своего обзора самого сильного увеличения. Таким образом, на каждом из этих 6 слоев может найтись что-то интересное. Что-то интересное, что трудно рассматривать при другом увеличении, как при большем, так и при меньшем. Таким образом, мы мало того, что имеем очень информативную картину, но еще в этой картине 6 слоев, на каждом из которых есть, может быть, потенциально, может быть, что-то интересное. Такую картину невозможно разглядеть самому. То есть это, конечно, возможно, но это очень утомительный процесс, и не зная содержания картины, вы можете рисковать несколькими часами своего времени, чтобы просто сантиметр за сантиметром просматривать эту картину, не зная, где находятся интересные места. Поэтому по этой картине, как правило, необходим провожатый. Ну, под провожатым я имею в виду любую форму дополнительного контента, который дает вам возможность ходить не просто беспорядочно, а ходить по этой картине, зная, где располагаются самые ее интересные места, где и в каком слое располагаются самые интересные места. Другими словами, необходим маршрут, по которому вас проведут, покажут дополнительную информацию, графическую, текстовую, видео. И таким образом обозначат 10, 20, 50, а может быть даже 200 объектов на изображении гигапикселем, на которые вам надо обратить внимание. Ну, впрочем, начнем. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Может быть, кто-то из вас уже был на аналогичных моих вебинарах. Ну, попрошу тогда помолчать для тех, кто еще ни разу не был. Как вы думаете, откуда вот это вот изображение? Частью какого большого изображения очень известного оно является? Есть какие-нибудь предположения в чате? Напишите, пожалуйста. Евгений Юрьевич, я знаю, что вы знаете. Демонстрирую дальше. А вот это вот изображение, этот замечательный бычок, может быть, так понятнее будет. Есть предположения? Напишите, пожалуйста, в чате. Да, все-то вы знаете, Евгений Юрьевич. Да, ну вот так уже немножко понятнее, о чем идет речь. Так еще было не очень понятно. Ну, и третье изображение, которое я всегда показываю. Его, как правило, когда отдельно показываешь, если люди не в теме, то не знают. Ну, Евгений Юрьевич в теме. На самом деле, это вот кусочек из «Явления Христа народу». Я думаю, что этот кусочек даже никогда не разглядывали, даже когда были в Тричаковской галерее, смотрели на эту картину, вот, глаза в глаза, что называется. Полотно очень большое. И именно вот этот кусочек, он находится не на уровне глаз, а где-то вот на уровне двух, трех, наверное, может быть, даже метров. То есть над вами. Если специально очень долго не разглядывать, то его можно и не разглядеть. А теперь смотрите, какими частями, каких изображений являются эти кусочки. Действительно, первое изображение – это боск. Это вот этот вот маленький кусочек, который помечен у меня тут зеленым. Сейчас я к нему прорисую красную стрелку. Это маленький кусочек из триптиха «Сад земных наслаждений». Из правой части этого триптиха. Вот этот вот бычок находится вот здесь, вот в этом маленьком зелененьком квадратике. Вот это вот большая часть из полотна, который я тоже показывал. Ну и, наконец, вот эти люди за рекой – это вот кусочек, который находится вот здесь вот, про который вообще мало кто знает, что там нарисованы какие-то люди и что они что-то там кричат. Вот, как правило, в таких вот фундаментальных полотнах великих художников есть большое количество мелкой информации, которые мы сразу не считываем. Ну, Иванов рисовал свой шедевр 20 лет. У него было время создать такое количество деталей, которое казалось ему необходимым. Есть еще масса художников, ну, прежде всего, Брегель, Босх, ну и многие другие, которых можно рассматривать бесконечно и рассматривать детали, которые в некотором смысле меняют наше отношение к этому художественному полотну. Меняют или удачно дополняют? Да, в конце концов, и просто интересно ходить по этим полотнам и рассматривать их мельчайшие детали, которые при обычном рассмотрении, даже при рассмотрении профессионалами не всегда попадают в рассказ. Про это я уже сказал, что любую картинку кратно больше вашего монитора назовем изображением высокой четкости. Ну, а гигапиксельная картинка, собственно, гигапиксельная картинка это изображение размером примерно 30, ну, так, если быть точным, 31 на 31 тысяч пикселей или примерно 30 ваших экранов по вертикали и 15 по горизонтали, если у вас монитор Full HD. Если меньше, то еще гораздо меньше, еще гораздо больше. Вот такое это произведение. Самое интересное, что почему мы сейчас обращаем внимание на эти изображения. Есть несколько факторов. Первое, они стали доступны, причем стали доступны сначала лет 10 назад, наверное, может быть, даже больше, 15 лет. Первые доступные изображения, под доступными я имею в виду сейчас доступные в сети, потому что, конечно, доступные каким-то иным образом, например, там, из базы данных внутренней и так далее, может быть, такое было и давно в науке, в технике, может быть, где-нибудь, да. Ну, я имею в виду, вот просто у нас в интернете доступные картинки. Они появились лет 10-15 назад не как картинки, а как целые сайты, на которых можно было разглядеть какое-то изображение большое, созданное из кусочков. Как правило, это были обзорные пейзажи, городские панорамы и так далее. Вот в настоящий момент наибольшее изображение, доступное в свободном доступе, находится по вот этому адресу. Это поверхность Луны, изображение поверхности Луны. Это почти, это даже не гигапиксель, это почти терапиксель, то есть триллион пикселей, ну, точнее, 0,6 триллиона пикселей. То есть, это вообще гигантское изображение, с которым работать обычный человек не может, но вот создан специальный сайт для разглядывания Луны с таким разрешением. Ну, а если вам интересно, вот по этому адресу вы можете посмотреть список очень больших картинок, находящихся в доступе. То есть, те, которые вы можете реально посмотреть через интернет. Там несколько десятков, если не под сотню, таких картинок приведены. Это, правда, в английской Википедии эта статья, и она на английском языке, но там более-менее понятно. Но дело в том, что с некоторого периода времени, примерно 5-7 лет назад, скорее 5, чем 7, такие картинки стали уже быть нам доступными и в доступе как файлы. То есть, мы эти картинки можем скачать и что-то с ними делать. Другое дело, что почти ничего обычными средствами мы с ними делать не можем, ну, разве что там просмотреть, и то половина смотрелок ломается при попытке посмотреть такой файл. Да, можно посмотреть при помощи фотошопа. Фотошоп – мощная программа, но, извините, запускать программу, которая стоит тысячу долларов с лишним там для того, чтобы использовать ее как смотрелку, это немножко смешно и неправильно. Вот. Ну и тогда были созданы некоторые методы, как работать с этими картинками, чтобы не перегружать память, чтобы все-таки можно было посмотреть ее в любом масштабе. И вот об этих методах я чуть-чуть попозже расскажу. А теперь все-таки немножко еще про то, где и какие картинки можно получить. Вот. Для того, чтобы использовать такие картинки в виде файла, есть несколько путей. В частности, один из путей – это вот этот. Это по вот этой ссылке вы можете зайти в вики-склад. Есть специальная страница, категория, которая называется «Гигапиксельные изображения из Google Art Project». Это изображения, которые скачаны из сайта Google Arts и помещены в виде файлов в вики-склад. С вики-склада, в отличие от Google Arts, где загрузки нету, отсюда можно скачать изображения вот в наилучшем качестве. Как правило, с гигапиксельным качеством. Вот. И уже эта картинка будет у вас, то есть вы можете с ней как-то оперировать, не просто на нее смотреть. Что из себя представляют гигапиксельные иллюстрации? Ну, конечно, прежде всего искусство. Большое количество людей, создателей техники обеспечивают нам некоторое количество, пока, к сожалению, это не тысячи, но сотни, наверное, изображений, искусства, а может быть, уже и тысячи даже. Шедевров живописи в гигапиксельном качестве. Их надо искать, не везде они доступны для скачивания, но найти можно, если есть желание, то поискать и найти можно. Ну, и в частности, я в прошлый раз на прошлом своем вебинаре рассказывал, как искать картинки по их разрешению. Здесь мы тоже немножко коснемся этого. Итак, прежде всего искусство. Во вторую очередь, не буду по очередям, просто перечислим. Биологический объект. То есть, современная микроскопия, она позволяет сохранять изображение в очень высоком качестве, в очень высоком разрешении. Либо непосредственно такой стоит фотоаппарат и матрица на самих микроскопах, либо есть помощи при помощи софта, как из многих изображений потом составлять единое большое изображение. Вот эти биологические объекты, они тоже в большом количестве стали появляться в качестве как гигапиксельным, собственно, гигапиксельным, так и суб, особенно субгигапиксельным. Вот некоторые такие объекты. Вот, например, такой объект я недавно нашел. Это самец Аскориды в разрезе. Кстати, можете скачать в ресурсах этот файл, чтобы посмотреть. Он не очень большой, всего 2,5 мегабайта. И он такой сильно субгигапиксельный, то есть он скорее мегапиксельный. Но тем не менее, в этом изображении есть как минимум 4 слоя, которые заслуживают внимания. Первый слой – это просто обзорный слой. Ну, потом, скажем, слой вот этих вот элементов, вот такого уровня. слой вот таких вот элементов, маленьких. И еще один слой, который здесь вообще не виден, это при максимальном увеличении. Видно, что вот все эти маленькие объекты, они еще состоят из каких-то более мелких объектов. Итак, биологические объекты – это, конечно, вот еще один. Вот еще одно изображение бабочки. Почти гигапиксельное изображение. Можете его посмотреть по вот этой ссылке. Она тут немножко плохо пропечаталась, не тем цветом. Ну, вот можете прямо по ней зайти и скачать это изображение. Оно уже так достаточно серьезно приближается к гигапиксельному масштабу. Чтобы понять, какое максимальное увеличение, вот, например, кусочек там, вот примерно вот такой кусочек усика виден вот так. Да, кстати, я совсем забыл сказать, что сопутствующим материалом к моему вебинару является вот эта вот статья, которую я в свое время написал. Даже не столько написал, сколько составил из разных картинок. и текста. В этой статье вы можете найти как примеры гигапиксельных картинок и прямо скачать их оттуда, так и краткое описание инструментов. А вот, в частности, эту бабочку оттуда можно скачать, просто тыкнув по ее изображению. Это, разумеется, панорамы. панорамы, как я уже говорил, были одним из самых первых форм гигапиксельных иллюстраций. Очень любили раньше снимать панорамы. Ну, наверное, потому что панорамы относительно легко делать. Там мало движущихся объектов, поэтому просто настроил высокоразрешающую камеру на штативе в одно положение, потом подвинул, еще подвинул, еще подвинул. А потом при помощи специального софта все это сшил, и получается такое очень серьезное изображение. Это могли делать уже лет 15 назад. Сейчас появляется в сети достаточно много старых карт, которые сосканированы с хорошим разрешением. Соответственно, если эти карты были большие, там, метр на метр, то при сканировании с современным качеством автоматически получается такая вот гигапиксельная иллюстрация, которую тоже можно рассматривать с большим, хорошим увеличением. Ну вот, в частности, тут эта карта не очень такая сильная, но вот это вот, это лицо, оно вот, его можно разглядеть вот с таким примерно качеством. Есть также другие исторические документы, которые в настоящее время сканированы с очень хорошим качеством. например, какие-то старые, старинные манускрипты. Вот, например, Абердинский бестиарий. Он сканирован с качеством примерно 6000 пикселей на 9000 пикселей каждая страничка. Это, ну, не ахти какое качество с точки зрения гигапиксельной, но с точки зрения воспроизведения деталей это очень хорошо. То есть, там все миниатюры, которые присутствуют, а также все буквицы и каждая буква текста может быть рассмотрена с серьезным увеличением и, ну, просто и для специалистов, и для тех, кто просто пришел посмотреть, это большое удовольствие разглядывать. Можете заглянуть сюда, ну, либо, напоминаю, что у нас в вортотеке есть один из проектов, посвященный Абердинскому бестиарию, как раз основанный на вот этих вот изображениях, которые мы там дали с максимальным качеством. Вот так это все выглядит в максимальном качестве. Видите, вот это размер буквицы, каждая букву, ее еще можно разглядеть и посмотреть, как как писарь ее выписывал. Это, разумеется, рукописный текст, вот различия между разными буквами одинакового, разными написаниями одинаковых букв. Вот еще видна такая мелкая роспись тоненьким перышком или каким инструментом, я даже не знаю. вот примерно такое качество, оно дает возможность разглядеть этот документ совсем на новом уровне. Разумеется, астрономия. Астрономия, астрофизика приносит нам огромное количество гигапиксельных иллюстраций. Собственно, астрономия, она и состоит в том, чтобы получить как можно более подробные карты, при этом удаляясь как можно глубже в космос. При этом рождается большое количество иллюстраций, которые можно назвать как гигапиксельными, так и может быть даже и терапиксельными. Ну, вот некоторые красивые варианты. это вот Млечный путь. Вот, например, Туманность Карина, можете тоже ее разглядеть в хорошем качестве. Это многоспектральная фотография в данном случае, поэтому она такая цветная выглядит. А вот изображение уже более близкого объекта, это изображение Плутона, тоже субгигапиксельные и не гигапиксельные, но все равно очень хорошего разрешения. Вот максимальное увеличение, просто чтобы кривизну вы понимали, это вот здесь вот. Здесь можно разглядеть много деталей. С учетом того, что это пролетная фотография, то есть на орбиту Плутона космический аппарат не заходил, а просто пролетал мимо, это очень хорошее качество. Конечно, с тем качеством, о котором я говорил ранее, там, где была картинка Луны, это не сопоставимо, но тем не менее, разглядеть можно уже много. Так это примерно делается. И у астрономов есть такой формат FFI, так называемый, FFI, в котором можно получить сырую информацию с каждого пикселя телескопа Кеплер, который запущен в космическое пространство, находится там, и обработать каждый пиксель так, как ему представляется необходимым. Таким образом, генерируются эти изображения, они генерируются не только владельцами телескопа, но и любым астрономом, который захотел на вход взять сырые данные, и потом нашел какой-то очень интересный объект, обработал его, и создал такую карту. Посмотреть вот про Кеплер можно вот здесь, и даже кое-чего скачать. Да, ну вот немножко такой вот информации по поводу того, какая информация хранится в пикселе телескопа Кеплер, тут много дополнительной информации, точной, можно выводить много информации, точной, координатной, ну и много других интересных вещей сделать. Наконец, создаются телескопы, этого телескопа правда пока нет, это LATSynoptic Survey телескоп, который будет по-моему в 21 году запущен, это специальный обзорный телескоп, который изначально будет иметь матрицу в 3,2 гигапиксельно, то есть единственный снимок с этого телескопа будет гигапиксельным. Осталось ждать не так много и тогда количество таких изображений просто станет уже очень большим. Наконец, математика порождает многие объекты, которые можно показать в гигапиксельном и даже в терапиксельном качестве, в частности такие объекты как фракталы, которые имеют бесконечную структуру. Вообще говоря, конечно, для полного изображения фрактала не хватит никакого разрешения, потому что он бесконечный. Его можно приближать бесконечно и он будет вам все новые и новые детали свои показывать. Ну, другими словами, если в гигапиксельной картинке есть шесть, как я говорил, шесть масштабов, каждый в два раза больше, и на каждом из этих масштабов можно разглядеть большое количество деталей, то во фрактале просто бесконечное количество таких плоскостей, в которых появляются новые детали. Вот, конечно, фракталы лучше показывать при помощи векторной графики, но есть некоторое количество растровых изображений фракталов, которые останавливаются вот где-то на гигапиксельном качестве, больше, наверное, не имеет смысла, потому что дальше идут, как правило, повторения разные. Коллективные фотографии. Начнем с того, что просто в последнее время улучшилось качество фотоаппаратуры, как серьезные фотоаппаратуры, так и той, которая может находиться на руках у обычных людей. Вот, в частности, средство массовой информации, которое называется Live, не помню уже, как это, газета она или журнал, но, собственно, неважно, занимается съемками из домов вот таких вот произведений, которые они называют гигарамой. это изображение каких-то шествий, ну, как правило, шествий или каких-то событий, где можно разглядеть огромное количество людей. Смысл в том, что даже на серьезном удалении, то есть, где-то вот здесь вот, да, можно разглядеть вот примерно такие по качеству картинки. видны лица отдельных людей. Вот можете представить, вот здесь сейчас видно, наверное, тысяч пятьдесят людей. Ну, может быть, лица вот этих людей разглядеть нельзя, но где-то вот отсюда уже и ближе сюда, вот если идти, то каждого человека можно разглядеть. Можете представить объем информации. Тут, в принципе, можно просто себя найти, если вы были в этой куче народа, вот, точно указать координаты и понять, где это, а потом найти соседа своего совсем в другом месте где-то. Вот, ну, это, конечно, специальная техника, это не за один раз сфотографировано, и здесь, как правило, видны сшивки, то есть, есть несколько снимков, которые потом сшиты, тем не менее, производят гигантское впечатление такие вещи. Вот, ну, есть у этого и обратная сторона, новая проблема, вот, одна из гигарам с какого-то неразрешенного мероприятия, где тоже видны все лица, соответственно, эти лица можете разглядывать не только вы, но и соответствующие органы, которые могут потом просто на основе этих фотографий всех этих людей подвергнуть каким-то репрессиям. так что, ну, разумеется, это могут сделать не только органы соответствующие, у которых есть на это разрешение, но и любые люди, у которых такого разрешения нет. То есть, вообще, вот такие вот гигарамы, они нанесут на себе новую проблему. Это то, что изображается огромное количество людей, про которых становится известно, что они в данное время были в данном месте. Если кому-то по какой-то причине это не нравится, то эти люди могут принять какие-то неправильные меры к этим людям. и, кроме того, хочу обратить внимание, что такого рода, если угодно, гигарамы умели делать достаточно давно. Правда, это были очень уникальные вещи. Вот достаточно известный пример. Это фотография, если не изменяет память, 903-го года, лейбгвардии, кексгольмский императора австрийского полка. Это изображение всего полка, обращаю ваше внимание, включая его офицеров, солдат, барабанщиков и так далее, гарнистов. Само изображение, для создания этого изображения был создан специальный фотоаппарат с размером пластинки, не матрицы, а пластинки 60 на 160 сантиметров. Ну, вот, можете просто представить, что это за аппарат был. Соответственно, сама фотография, она такого качества, примерно полметра на два метра примерно, но вот такая вот она здоровая, и ее при желании можно сосканировать. К сожалению, полностью она не сосканирована в высоком качестве, приведены только отдельные фрагменты ее в самом высшем качестве. Ну, вот можете посмотреть ее качество, это один из элементов ее вот здесь приведен, это не самое крупное увеличение. Вот увеличение побольше, ну, и вот самое большое увеличение, то есть конкретно каждое лицо можно разглядеть с очень хорошим качеством, можно посмотреть чин каждого человека, вот хорошо видны погоны, ну, кажется, просто для тех времен кажется, что это просто какая-то фантастика. Вот, я думаю, что в ближайшее время, да, ну, можете вот про это, по этому поводу почитать, скачать это изображение, к сожалению, не в гигапиксельном качестве, но в каком-то достаточно хорошем. Кстати, да, кстати, я это изображение выложил в ресурсы, можете его скачать и посмотреть, там тоже видно каждое лицо, не с таким, конечно, хорошим качеством, но с достаточным качеством, чтобы это все разглядеть. Наконец, даже более-менее обычные фотоаппараты в хороший солнечный день могут запечатлеть достаточное количество людей. Вот, например, это фотография международной вики-конференции, запечатленная на вполне обычные фотоаппараты. Здесь тоже можно разглядеть отдельных людей, а их здесь я специально считал, по-моему, 350. То есть, это вот такое подобие гигапиксельной иллюстрации, произведенная прямо бытовым прибором. Схемы. Схемы из журналов и из газет. Любая раскрытая газета прежнего формата, если вы помните, формат газет был, если не изменяет память, А1 раньше, нет, А2, наверное, все-таки. Если на нем изображено какое-то насыщенное картинка, становится сразу изображением высокой четкости. Например, я уже не помню какой это год, по-моему, это 30-е годы, издательство одной из газет в одном из номеров своих газет воспроизвело свое здание в разрезе, начиная от кабинета директора, редакции и заканчивания производственными процессами, вот здесь вот внизу, которые идут, собственно, с самой печатью и так далее. Ну и при увеличении соответствующим, это выглядит вот так, можно разглядеть буквально каждый кабинет и понять, кто где сидит и кто чем занимается. Наконец, в последнее время стали популярными вот такие вот плакаты, которые изначально делаются в гигапиксельном качестве, на которых изображено много объектов и которые геометрически подобраны по каким-то группам. В данном случае тут основные виды птиц, воспроизведенные в размерах пропорциональных их реальному размеру и помещенные вот так вот по группам на один большой плакат. Соответственно, этот плакат тоже можно рассматривать методами гигапиксельной иллюстрации. Прошу прощения. Так, сейчас я выключу свой телефон, а то мне тут звонят. Где же можно еще находить иллюстрации, если вам надо найти иллюстрации по вашему направлению? Прежде всего, там же, где вы ищите остальные картинки, в Google картинках, вам надо выбрать кнопку инструменты, выбрать размер и выбрать здесь по возможности максимальный размер. В настоящее время Google позволяет выбрать максимальный размер иллюстрации. Это не максимальный, а наоборот, ограничение фильтра по размеру, то есть меньшие иллюстрации не попадут сюда, 70 мегапикселей, то есть примерно 10 тысяч пикселей на 7 тысяч пикселей. Вот, разумеется, и гигапиксельные иллюстрации тоже сюда попадут, если они существуют. Правда, надо отметить, что в Google не всегда хорошо появляются все гигапиксельные иллюстрации, поэтому их приходится искать по другим местам, таким как Wikisklat, на котором есть достаточное количество таких иллюстраций, особенно зная определенные ключевые слова и зная те категории, в которых есть такое понятие категории на Wikisklat и те категории, где их можно искать, то, приложив некоторое количество усилий, вы получаете доступ к большому количеству гигапиксельных изображений, как в формате JPEG, так и фотографии в формате TIFF, ну и многое другое там можно найти тоже. Хочу отметить, что гигапиксельные иллюстрации можно также рассматривать не только на большом экране, но и есть специальные приложения, которые позволяют рассматривать отдельные полотна из отдельных музеев в гигапиксельном разрешении прямо у вас на телефоне. Это удобно еще и тем, что вы оперируете уже не мышкой, а просто раздвигаете изображение пальцами, как это мы обычно делаем, вот так вот, и раздвигаете их до того размера, который вам необходим. По ходу дела там встречаются горячие точки, на которые вы можете нажать и почитать про эту часть изображения, какую-то дополнительную изображение. Где и как это искать? Ну, можете вот поискать, например, галерею Thyssen. Бесплатное, есть бесплатное приложение для андроида. Для Apple, по-моему, кажется, еще больше таких изображений. Соответственно, в Google Play можете поискать по вот этому слову Thyssen, и вам вывалится несколько вариантов. Ну, а также еще больше, да, вот так это примерно выглядит, то есть, вот изображение на весь экран, которое пальцами можно раздвинуть, и появляются какие-то на нем точки, которые можно прочитать про них. Ой, прошу прощения. Ну, еще вам для поиска такое сочетание Second Canvas, по этому словосочетанию вы найдете ой, что-то здесь неправильно конвертировалось при вебинаре. Нижняя часть кадра, но прошу прощения. Короче говоря, вот несколько десятков сможете найти приложений и платных, и бесплатных для разглядывания гигапиксельных изображений. Вот, например, одно из приложений Second Canvas музей Диего Ривьеры. Я его скачал себе на смартфон, чтобы убедиться, что все нормально работает, все прекрасно, можете его себе поставить и получать удовольствие вот по этому адресу. Ну, и вот совсем недавно появился вот такой вот сайт, оттуда, правда, нельзя скачать изображение, но зато рассматривать можно просто в огромном, в высочайшем качестве. Это музей, венский музей, в котором хранится девять произведений Брегеля старшего. Очень известные произведения. рассматривать можно не только в гигаписельном качестве, не только само изображение в видимом свете, но еще рядом можно рассматривать четыре разных вида изображения. Это рентгеновский снимок, два инфракрасных снимка и что-то еще не помню, извините. А, ну кажется все, да, всего четыре. То есть в обычном свете, то есть как мы в музее смотрим, в рентгеновском снимке, в отраженном инфракрасном свете и в проходящем инфракрасном свете. Вот так вот. Это позволяет искусствоведам находить ранее ненайденные интересные места в изображении. Что касается самих изображений, они там в качестве от одного до пяти гигапикселей. то есть в таком очень серьезном качестве, где можно рассматривать уже мельче самой мелкой детали, уже рассматривать скорее само полотно, его крикелюры, его неровности, мазки, краски и так далее. то есть самое большое увеличение даже нам, простым смертным, в общем-то и ни к чему, вполне хватает предыдущего разрешения для того, чтобы разглядеть самые мелкие детали полотна. Но даже это предыдущее изображение позволяет разглядеть такие детали, что диву даешься, как такие мелкие детали художник мог изобразить и почему они осмыслены, а не даны просто простыми мазками. То есть рассматриваешь изображение на экране, оно занимает два, ну, например, два на два сантиметра и при этом знаешь, что для художника это был кусочек два на два миллиметра. И тем не менее там можно разглядеть что-то осмысленно. Внутри этого кусочка два на два миллиметра можешь рассмотреть что-то осмысленное, что изобразил художник. Ну что ж, вот мы поговорили о том, где это можно взять, какие есть варианты, а теперь давайте рассмотрим три инструмента, которые позволяют вам включить найденное вами гигапиксельное изображение в ваш учебный контент. Самый простой из них, самый простой инструмент называется Zoomify. Ну и соответственно у Zoomify есть инструмент, который называется Zoomify Free, который распространяется за бесплатно. Этот инструмент позволяет вот такую простую картинку сделать, то есть выделить на экране определенную область, например 800 на 800 пикселей и в этой области дать возможность плюс-минус масштаба. То есть вы можете просто мышкой передвигать это изображение туда-сюда и при помощи этих кнопок или при помощи колесика мышки увеличивать, уменьшать масштаб. Никаких дополнительных горячих точек вы делать не можете, это исключительно для рассматривания. А теперь несколько слов про то, как же это Zoomify делает и как же другие сайты делают, что эти изображения можно рассматривать, несмотря на те ограничения, о которых я говорил, о том, что при попытке в лоб посмотреть это изображение можно просто подвесить браузер или будет все очень медленно или все неправильно показывать. механизм работает так. Для каждого из масштабов создается свое изображение. Это изображение делится на кусочки 256 на 256 пикселей. Такие пластины. Эти пластины складируются в специальные папки. и потом вот этот инструмент Zoomify или какой-то другой у него есть специальный плеер, который позволяет понимать эти пластинки, сложенные в эти папки, и на основе этих пластинок делать текущее изображение в нужном масштабе. Другими словами, вы производите какое-то действие, например, просто катнули мышкой по экрану, а плеер обратился к следующему по следующему увеличению, скачал другие несколько пластинок и изобразил их. Это происходит быстро, потому что ему не надо отображать все изображение в максимальном качестве. Он взял только те пластинки, которые нужны для данной области экрана и только в том качестве, которое нужно сейчас. Все. Сделать он это может достаточно быстро, но это требует предварительных работ. То есть, когда у вас есть на входе JPEG-файл, вы его должны сначала привести к вот этой вот к этому набору набору пластинок и положить их в определенные места. Делать это руками крайне трудно, поэтому есть специальные инструменты. Сейчас мы один из таких инструментов рассмотрим. Вот этот инструмент Zoomify Free, о котором я сказал. Им можно не только рассматривать, но и делать такие наборы пластинок. давайте я вам сейчас продемонстрирую, как с ним работать при помощи вот такого короткого ролика, который я прямо сейчас и буду вам с экрана рассказывать. заходим на сайт и скачиваем бесплатную программу Zoomify Free. Вот отсюда. Здесь показано, как это все работает. Просто нажимаете на плюсик, перемещаете. Можете уменьшать. Ну а сейчас мы скачаем этот инструмент отсюда. после того, как мы скачали, образуется вот такой набор файлов. Один из них это как раз демонстрация та же, которая есть на главной странице сайта. Нас интересует этот экз файл, который четвертая строка. Сейчас мы его запустим. Вот этот вот экз файл сейчас запустим. Вот такое небольшое окошко открывается с минимальным количеством настроек. Здесь мы настраиваем папку, в которой хотим получить результат. а сюда мы перетаскиваем гигапиксельную картинку из нашей файловой системы. Вот какой-то файл Caravaggio и пошел какой-то процесс, пока не видно его. Сейчас эта картинка начнет возникать. может понадобится несколько минут. картинка очень большая, то и несколько десятков минут. от здесь проходит достаточно быстро. Результат получен. нет, пока еще не получен, сейчас будет получен. вот последние строки отображаются. все, результат получен. Здесь написано, что процесс финишировал, показано, сколько создано пластинок. Теперь снова идем в нашу файловую систему, находим результат. Вот он находится в папке ProboZoomifyFree и вот так выглядит результат. Ну, сейчас мы эту папку переименуем и перенесем в... Да, вот так внутри это выглядит несколько... Вот такой XML-файл, который описывает количество созданных элементов. В каждом из... В каждой из папок хранятся вот такие вот пластины разного разрешения. Теперь мы помещаем этот файл в нашу папку с ZoomifyFree или наоборот ZoomifyFree переносим два файла ZoomifyFree кладем рядом с этой папкой и берем имя этой папки и вставляем вручную вместо вместо теста файла в... вот в этот HTML-файл. К сожалению, это сделать надо руками, потому что у нас бесплатный инструмент. В платных инструментах это все делается в интерфейсе. Вот, запускаем теперь и получаем вот это изображение Caravaggio. Можем увеличивать как угодно его. Теперь он... Вот вы видите, что уже 6 степеней было сделано. Нет, кажется, 5. еще приблизим. Вот до такого качества мы можем это все разглядеть. Здесь изображение не на весь экран, поэтому и степеней увеличения не 6, а больше 8 или 9. Это простейший способ для использования изображений высокой четкости в вашем учебном контенте. Да, вот вы видите, до какого качества можно довести, рассматривать трещинки отдельные, наплывы и так далее. Все, пользуйтесь этим инструментом, он самый простой. Ну, есть еще два инструмента. Один из них это инструмент, который называется StoryMap.js. О нем я вам рассказывал в связи с другими когда рассказывал про интерактивные инструменты, которыми я очень рекомендую вам научиться пользоваться. Вот адрес этого инструмента. он немножко посложнее, но смысл примерно в том же. Сначала надо сделать набор пластинок. Набор пластинок можно сделать либо так, как я вам сейчас показывал, либо при помощи специального плагина в Photoshop. Кому интересно, на моем канале есть учебный ролик, как это делать при помощи Photoshop. Потом передать адрес на этот набор пластинок в StoryMap.js и при помощи него дальше делать такие красивые вещи. Да, вот здесь я как раз да, подождите, это третий путь. А второй путь, давайте я вам покажу что-то из последнего. Я вам уже показывал свое время Иванова, показывал также Босха, а вот теперь посмотрите Генский алтарь. Вот так примерно выглядят гигапиксельные изображения из сделанной в StoryMap.js. Ну и наконец последний путь это превратить вашу гигапиксельную гигапиксельное изображение в видео и путем использования инструмента Zoom&Pan в вашем видеоредакторе или по-другому говоря масштабирование и панорамирование есть такой инструмент практически в каждом видеоредакторе сделать видеоредактор видео обзор по вашей гигапиксельной картинке перемещаясь перемещая условную камеру от одного объекта к другому для этого мы загружаем в наш видеоредактор нашу картинку как единственная медиа и просто потом увеличиваем уменьшаем масштаб а также двигаем изображение туда-сюда вот фиксируя там на 5 на 10 секунд это изображение и дальше перемещаясь к следующему объекту разумеется в этом фильме можно также сделать и какие-то звуковые комментарии ваши собственные можно сделать комментарии титры комментарии выносками ну и много-много других вариантов я вам сейчас покажу один из таких вариантов простейший без без комментариев просто на фоне музыки здесь показано Помпея Брюлова Брюлова Продолжение следует... Продолжение следует... Это способы для специалистов. Они не требуют ни присутствия программиста, ни дизайнера, только ваш собственный труд и ваше знание инструментов, которые сами по себе не являются очень сложными. Я не буду вам еще раз демонстрировать, как выглядит StoryMap.js в режиме гигапиксельной иллюстрации. Кстати, кто хочет подробнее узнать, у меня на моем видеоканале, а также на видеоканале Директ Медиа есть 5 роликов, где подробно объясняется, как работать с инструментом StoryMap.js в режиме гигапиксельной иллюстрации. Ну, вот так это выглядит все. Впрочем, по моей ссылке вы и так можете это все посмотреть. Коллеги, у меня все на сегодня. Есть ли у вас какие-то вопросы по теме? Спасибо. Они производят большое впечатление на тех людей, как на ваших студентов могут произвести большое впечатление, так и на тех, кто у вас эту работу будет принимать и как-то оценивать ваше качество вашей работы. Поэтому потратите несколько часов на изучение инструментов с тем, чтобы потом порадовать ваше начальство и ваших студентов качественно такой вот качественной информацией. Конечно, не каждому удается найти в своей области гигапиксельные изображения, но, например, такие изображения легко найти в инженерных областях, в естественно научных областях, в гуманитарных областях, связанных с историей. Ну, если призадуматься, то достаточно много можно найти. Важно только совершенствовать свой поиск. Вот. Так что совершенствуйтесь. Да, я совсем забыл, что обычно я... Ну, давайте я не буду задерживать ваше внимание. Хочу пообещать, что через две минуты после окончания вебинара я сообщу вам о том, что готовы ваши сертификаты. Вы сможете их приобрести. И дам ссылку. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Мы с вами будем встречаться каждый день, но в качестве спикера я теперь выступлю только 10 декабря, то есть почти через полтора месяца.